Альметис 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 И, в принципе, планирую участвовать Ну, если не во всех, то по возможности во всех стартах от ТИБРМЕН Это просто не передавая ощущение Просто настолько все Мандраж Постоянно Выхотные с семьей, с детьми Детей поставил тоже на горнолыжную смотришь Сын катается, дочка катается В принципе, все хорошо Чем еще зимой заняться? Почему не горными лыжами? Просто весело Есть еще одна возможность покататься, принять участие. Адреналин. Прекрасных дам можно заметить не только среди участников, но и в рядах организаторов. Причем совмещать два направления – организацию и участие – оказывается полезно не только для себя. Участвующий в соревнованиях организатор на себе может почувствовать все нюансы трассы. Как организатор, это сложно понять, что испытывают участники. Поэтому я решила сама съехать на доске на скоростном спуске, почувствовать то, что чувствуют участники, интересно им это или неинтересно. Также со стороны организатора посмотреть, какие есть плюсы, какие минусы, что нам нужно будет учесть в следующем году, когда мы будем уже проводить не только здесь, в Яне, но и по другим горнолыжным комплексам. Среди участников женщин есть те, кто выделяется не только своими спортивными результатами, но и оригинальным костюмом Динара Афлетунова выступала в костюме розового единорога. С друзьями решили заказать такие костюмы, как раз на горнолыжку, и вот я выбрала единорога. Я тоже у нас завершила свою попытку, это не вторая попытка. Всем нравится. Соревнования серии Тиммермен привлекают спортсменов со всей страны. Сноуфест не исключение. Поклонники горнолыжного спорта есть и в Чувашии. Евгений Краснов из Чебоксар уже давно облюбовал Уральские горы. Местечко Роза Хутер – его любимая трасса. Склон Яна, разумеется, не трасса Урала. Лыжи катаются хорошо, отлично. Ну, по сравнению с Роза Хутером, конечно, горнолыжный курорт Ян немножко отстает, но мне здесь очень нравится, здесь тоже есть свои плюсы. Честно говоря, трасса легкая, но я вижу здесь достойные соперники. Думаю, как бы достойно так же выступить. Одни участники с горы спускались, другие в гору поднимались. Так закончился первый день спортивного фестиваля. Покорителям горных вершин на лыжах разгуляться не дали. Предложенная дистанция была лишь всего 150 метров. Но и на эту дисциплину нашлись свои любители. Я не знал, что в середине горы уже окончание гонки. Я думал, она длится до конца, до самого верха. Однако, когда доехал до середины, меня тормознули просто. И на самом деле это было обречение, потому что силы уже иссякали. Следующие два дня соревнований проходили преимущественно на равнине. Сначала биатлон на городском ипподроме, потом лыжная гонка на трассе Снежинки. Соревнования серии «Тиммермен» открыты для всех желающих. Как для увлеченных любителей, так и для профессиональных спортсменов. И без участия профессионалов не обходится ни одной из событий. Делайте это, продолжайте в том же духе, и у вас все получится. Ну а вашему городу может позавидовать каждый город России, потому что замечательные условия, классно. Биатлонистам-любителям не обязательно было нести свое оружие за спиной всю дистанцию. Винтовки уже ожидали стрелков на огневом рубеже. Организаторы не хотели вносить лишние ограничения для участников, и поэтому оружие предоставлялось всем. И согласно правилам спортсмен должен поразить все мишени, иначе штраф. После первого круга соревнующихся ожидала стрельба из положения лежа, а после второго стоя. А завершить дистанцию можно было только бегом на лыжах. Общая протяженность дистанции 7,5 километров закономерно не вызвала у спортсменов никакого дискомфорта, даже наоборот. Соревнования по биатлону также собрали гостей по всей республике. Некоторые приехали из Казани всей семьей. Друзья супер, солнечно, морозно, но при этом каталась легко, позитивно, весело, красиво. Мне очень понравилось. На биатлоне впервые. Лыжи, конечно, я уже давно катаюсь, но на биатлоне поучаствовала впервые. Погода шикарная. Мы очень довольны, с удовольствием приехали. Сами не участвовали? Дочь участвовала. Я нет. Я болельщица. Классная. Не впервые будет сказано, в Альметьевске лыжи – очень популярный вид спорта, а вот соревнования по биатлону спортсмену-любителю не так доступны. Но среди работников структурных подразделений компании «Татнефть» много заядлых биатлонистов. Второй раз на биатлоне. Первый раз за исполнитель аппарата «Татнефть», а сейчас в «Тиммермэне». 16 февраля ожидается опять за «Татнефть» соревнование «Биатлон». Будем участвовать. Первый раз выступаю на «Татнефть». Вообще все супер, понравилось. Система «Татнефть» проводится биатлон, мы там участвовали. Возраст 33 лет включительно было, сейчас уже мне 36 лет, и в итоге я рад, что я сегодня приехал. Прекрасная погода, прекрасная организация. Среди любителей зимних, а особенно лыжных видов спорта много тех, кто биатлон видел разве что по телевизору, но и у них масса впечатлений и эмоций. Для первого раза нормальные, мне кажется. Очищение так-то нормальное. Будет предоставлена информация, поэтому если будет желание отправиться в старый город и побежать, там можно будет посмотреть. Я с города Казани, приехал сюда, в родную, в родной мой город Альметьевск, на участвовании на биатлоне. В этом сезоне первый раз стал на лыжи и сразу на биатлон. Больше всего, чаще всего бегаю летом, но вот в этом сезоне зимой первый раз, первая моя медаль. Победителями в биатлоне закономерно стали спортсмены-профессионалы. Два Александра Легков, олимпийский призер-лыжник, и Назаров, мастер спорта по биатлону. Очень приятно было участвовать с олимпийским чемпионом. А вдвойне приятно его победить. Мероприятие очень интересное, впервые проводятся в Альметьевске. Что-то новое. Любителей совместить стрельбу по мишеням и гонки на лыжах зарегистрировалось всего 50. Среди них 39 женщин. В их числе тоже нашлись и бывалые лыжницы, и опытные биатлонистки. Гонка замечательная, погода замечательная, люди все позитивные, настроение отличное. Настроение отличное, лыжня замечательная, лыжи катили хорошо, только на стрельбе намазали. Но мы не биатлонисты, мы лыжники. А после Александр Легков провел мастер-класс для юных лыжников Альметьевска. Все они собрались на трассе комплекса «Снежинка». Кроме начинающих спортсменов, к открытому уроку присоединились и все желающие. И раз уж курс был рассчитан на новичка, то и все элементы были базовыми. А завершился спортивный зимний фестиваль лыжной гонкой. Тут выбор дистанции был более широкий. На любой уровень подготовки, начиная с двух километров и заканчивая лыжным марафоном на 50. В числе участников открытых соревнований Тиммермен и глава района Айрат Хайрулин. У нас страна зимняя, поэтому лыжи – это наш вид спорта, недорогой. Лыжи, палки взял в лес. За три дня фестиваля в соревнованиях поучаствовали около двух сотен спортсменов. Большая часть из них была из Альметьевска и Альметьевского района. Но были и гости из республик Башкортостан и Мариэл, Оренбургской и Ярославской областей. И большее количество участников пришлось на лыжный день. Очередной выпуск передачи подошел к концу. С вами был я, со мной были вы. Оставайтесь на связи, не забывайте заходить на наш сайт и подписываться на нас в социальных сетях. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»